Что это за проект и как здесь можно заработать? Важно, что это проект, в котором можно зарабатывать без вложений и на тех услугах, которыми люди уже пользуются. Это рынок финансовых услуг. Сейчас идет цифровизация населения и все больше услуг в связи с пандемией переходит в интернет. Банкам нужны клиенты. В результате государство поставило задачу к 2025 году, чтобы было выпущено 280 миллионов пластиковых карт. И банки готовы за клиентов платить. Рекламный бюджет, который они раньше отдавали на рекламу блогерам, рекламу в интернете, они готовы дать системе, платформе, которая приведет им новых клиентов. Так вот, у нас это как раз такая платформа. Мы создали платформу, на которой собрали более 20 банков и на которой находятся более 80 карт. Создатели платформы – люди, которые раньше работали со страховыми компаниями и пенсионными фондами. И у них возникла идея на одной платформе собрать все финансовые инструменты, которые люди могут рекомендовать и зарабатывать на этом деньги. Здесь очень хорошая возможность заработать большие деньги просто на переписи населения. Людям нужны карты. Люди пользуются картами. Людям нужна ОСАГО. Они этим всем пользуются. И все эти услуги можно заказать просто с одной платформы. Человек, который заходит на платформу по вашей реферальной ссылке, может заказать кредитную карту, дебетовую карту, в будущем будет ОСАГО. И он переходит на сайт банка, делает заказ там, банк с ним связывается, выдает ему карту, а вам, как человеку, который его привел, банк выплачивает деньги. И все это пустили по сетевому маркетингу. То есть здесь можно заработать очень большие деньги и без вложений. Большинство продуктов бесплатные, такие как дебетовые карты. Есть продукты, как возобновляемые ОСАГО. И есть кредитные карты, которые имеют очень хорошие условия. Кэшбэки высокие, большие. Карт очень много. Их больше 80 есть. Из чего выбрать. На данный момент карты можно заказывать на территории России. И в ближайшее время будет открыт рынок Казахстана. Как зарегистрироваться на платформу, заказать карту и получить реферальную ссылку? Нам необходимо перейти по ссылке человека, который нас пригласил, ввести свой мобильный телефон, и нам поступит звонок с кодом, который надо ввести. Потом мы вводим фамилию, имя, отчество и город. И попадаем внутрь. Так выглядит платформа внутри. Сверху красным это слайды, которые вам нужно просмотреть, чтобы понимать, как шаг за шагом создать заявку, как пригласить партнера и как отправить ему ссылку. Другие слайды. Ниже находятся офферы, предложения, кредитные карты, дебетовые карты и другие финансовые услуги. И еще ниже страхование. Сейчас еще не включена функция, но со следующего месяца уже будет ОСАГО. Чтобы получить свою реферальную ссылку, а она находится вот здесь, видите, где человечек, она у вас станет активна после того, когда вы закажете хотя бы одну карту. Есть рекомендации заказывать несколько карт сразу, потому что банки по-разному дают первое подтверждение. Есть список карт банков, которые быстрее дают подтверждение при заказе. Возьмите, пожалуйста, этот список, экселевский, у своего спонсора. Как заказать карты? Есть кредитные и дебетовые. Например, нажимаю на дебетовые. Здесь список карт. Выбираем ту, которая нам подходит по условиям. Например, Уралсибанк. В маркетинг платится 930 рублей за выдачу. Банк платит за то, что он просто выдает человеку карту. А есть карты, где платится за активацию и транзакцию. То есть необходимо при получении активировать, пополнить карту и купить что-то. Например, в супермаркете купить продукты. Слева на карте особые условия. Оплачивается активированная карта с первой транзакцией на любую сумму. То есть на любую сумму можно что-то купить. Оплата производится за выдачу карты только новому клиенту. Очень важно сказать людям, что им нужно заказывать карты того банка, которого у них еще нет. Потому что банки платят за новых клиентов. Когда мы два раза нажимаем на карту, внизу мы можем посмотреть описание, условия и гео. Внимательно читайте условия для того, чтобы выбрать ту карту, которая вам выгодна. Есть карты бесплатные с бесплатным обслуживанием. А есть карты, где есть ежемесячное обслуживание. Но где высокие кешбайки, которыми выгодно пользоваться. Так что выбирайте себе то, что вам подходит. Есть карты, которые просто можно заказать, один раз активировать, использовать и просто отложить, если она вам не нужна. Изучите, возьмите ту карту, которая вам выгодна. Кредитные карты покажу здесь. Здесь, например, есть Тинькофф Банк. В маркетинг платится 2890 рублей за активацию и транзакцию. Тоже особое условие, что оплачивается активированная карта с первой транзакции на любую сумму. И производится оплата за выдачу активированной карты новому клиенту. Как заказать эту карту? Нажимаем под картой «Оформить заявку», заполняем данные и переходим на сайт банка. Я в другой стране, я не могу заказать карту, поэтому покажу вам на слайдах. Здесь нажимаем «Как создать заявку», выбираем кредитные карты, выбираем данную карту и нажимаем «Оформить заявку». Потом заполняем все данные, нажимаем «Создать заявку», переходим на сайт банка, оформляем там карту. И вот внизу, где история, там мы будем видеть наши заявки и их статус. После этого с нами свяжется сотрудник банка и нам нужно эту карту получить. Обязательно получайте карты и делайте целевое действие. Или просто получаете, или же активируете, пополняете и делаете покупку. Потому что только за это банк платит нам деньги. И только в этом случае вы будете получать деньги со структуры. Ваш кабинет будет активен. Если вы с Россией, вы можете зарегистрироваться и заказать карту на себя внутри кабинета. Если вы с другой страны хотите работать, вы регистрируетесь и заказываете карту на кого-то из родных или знакомых, родственников в России. Здесь в кабинете еще есть раздел «Партнеры», где вы можете видеть своих партнеров, их статусы. И вот три точки еще, аккаунт сверху, там будут видны ваши начисления, ваши доходы, что вы заработали. И телеграм-канал обязательно добавьтесь, потому что там каждый день публикуются новости, публикуются новые офферы от банков. То есть там можно следить за всеми новостями. Банк нам платит за то, что мы рекомендуем другим людям финансовые продукты, которыми они и так пользуются. Вот за эти пару дней, что я общаюсь, я уже услышала, что один человек говорит, я как раз хотела заказать Тинькофф-карту, он заказал через меня. Женщина сказала, что я только неделю назад заказала, а платформы еще ее не было. А кто-то меня спросил, я хотела брать кредиты, можно ли через эту платформу взять кредиты. Я говорю, пробуйте, заполняйте, общайтесь с банком, узнавайте. Наша задача сейчас создать перепись населения. Мы действительно приводим банкам клиентов, и они нам платят за это. За эти пару дней я это увидела. Но действительно хотят такие карты, такие услуги. И если они все будут у нас на платформе огромное количество, они будут пользоваться через платформу этими услугами, и мы будем зарабатывать. Жду вас в нашей команде и желаю вам легкого старта.